МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 220-летие со дня рождения имама Дагестана и Чечни. В Панцукульском районе прошел республиканский маджлиц. Безопасность на дорогах. В республике продолжаются совместные рейды ГИБДД и муфтията Дагестана. Муфти Дагестана шех Ахмад Афанди в минувшие выходные принял участие во встрече российских муфти с хранителем двух святынь королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдул-Азизом. Встреча прошла в узком составе по инициативе саудовской стороны и была организована в рамках визита монарха в Россию. В ней принял участие и верховный муфти, председатель Центрального религиозного управления мусульман России, шейх Талгат Хазрат Ажудин. В ходе беседы король подчеркнул высокую значимость сотрудничества и диалога между представителями разных культур и религий, в укреплении принципов толерантности, в борьбе с экстремизмом, радикализмом и другими пагубными для общества явлениями, и в достижении мира и безопасности во всем мире. Талгат Хазрат Ажудин рассказал, в частности, об истории распространения и развития ислама в России. О недавно открытой Булгарской Исламской Академии воздал хвалу Всевышнему, подчеркнув, что в России функционируют уже свыше 7 тысяч мечетей. Говоря о горе Ахульго, дагестанцы вспоминают великого имама Шамиля, мужественно переносившего вместе со своими мюридами многолетний натиск царских войск во времена Кавказской войны. В рамках празднования 220-летия со дня рождения великого имама Дагестана и Чечни в Унцукульском районе на территории культурно-исторического комплекса Ахульго состоялся республиканский маджлиз алимов. Тему продолжит Абдул Алиев. Горы Ахульго – символ героизма, крепкой веры и любви к своей родине. В обители падших за веру героев был проведен маджлиз ученых-богословов Дагестана. На масштабном богоугодном мероприятии собрались тысячи верующих со всех уголков республики. Перед собравшимся выступали имамы, политики и религиозные деятели. Они вспоминали историю жизни великого имама Шамиля, говорили о его духовном наследии. Отмечалось, что имам Шамиль был любимцем Аллаха, духовным наставником очень высокого уровня, человеком, которого Всевышний одарил ясным умом. Наши имамы, которые придерживали строго путь нашего пророка, с самого раннего детства, они были заняты науками. Еще в 6-7-летнем возрасте имам Шамиль и его старший друг, первый имам Дагестана, имам Гази Мухаммад, они обучались у деда Гази Мухаммада Исмаида. Это был очень известный ученый того времени, и он находился в селении Коранай. И обучал у него первоначальные знания, они в дальнейшем Гази Мухаммад и Шамиль отправились к разным учениям Дагестана. Где бы они слышали, что есть хороший опытный муалим, они отправлялись к ним. Полномочный представитель Муфтеата Республики Дагестан в Южном территориальном округе Махди Абидов затронул тему духовного самосовершенствования. На сегодняшний день, по мнению Богослова, люди уделяют мало внимания работе над улучшением собственного нрава, и мало кто заботится о своем духовном мире. Фасадник Аллаха, салли Аллаху, сказал, что в теле человека есть кусок мяса, когда он хороший человек, тоже становится хорошим, а когда он плохой человек, тоже становится плохим. Это сердце. Поэтому, дорогие братья и дорогие сестры, контроль за сердцем, это является одной из частей нашей религии. Например, в хадисе, который Умар, ауди Аллаху, передает, большой хадис, где один человек спрашивает пророка про иман, ислам, ихсам, там же фасадник Аллаха отвечает, ихсам, это служит Аллаху, так, как будто ты его видишь, хотя ты его не видишь, он-то тебя видит. Исполняющий обязанности Муфтея Республики Дагестан Абдулла Аджимуллаев в своем выступлении отметил, что нужно испытывать уважение к духовным ценностям, которые исповедовал имам Шамиль. Любить религию, стремиться к довольству Аллаха и пророка, мир ему и благословение Аллаха. Алхамдуллах, у нас внутри это есть, любовь к нашим праведникам, любовь к нашему любимому имаму Шамилью, есть эта любовь, но надо чуть-чуть напомнить нам, кто такие наши благородные праведники, и держать, оставить, сохранить то, что они нам оставили. Остается одна проблема единства, проблема единства среди братьев и сестер. Здесь, уважаемые братья, мы должны подумать, а что мы делим, зачем нам разделяться, зачем нам по разным комнатам отделяться. Вопрос же возникает в то время, когда Аллаху Та'ала у нас един. Завершилось мероприятие коллективной молитвой. Толпы верующих вздымали свои руки с молитвой о благополучии и процветании нашего родного края. Накануне сотрудники правоохранительных органов задержали правонарушителя. Казалось бы, рядовой случай, но внимание общественности привлекло поведение сотрудников полиции, вернее, их жесткие меры. Подробнее расскажет Ума Ибрагимова. На этом видео охрана одного из чиновников Дагестана, а именно министра МВД Абдурашида Магомедова, блокирует автомобиль, проезжающий по встречной полосе. Выволакивает водителя, избивает его, а затем, усадив автомобиль, уезжает. Там же по видео видно, как они за вами гонялись с 26, и у них все было включено. Да, да, да. Вот там на тот момент было, я не отвечаю. На тот момент, когда они меня останавливали. Где это происходило? Где начали они за вами гоняться? Они только вот в Каспийское выехали. Задержанный Магомед Магомед Шапиев – житель Гунипского района. В ходе допроса он в деталях рассказывает об инциденте того дня. Но видеосклейка прорывается роликом уже на другую тему его деятельности и предыдущих нарушений. В Махачкаву заехал, вот именно тысячи мелочей мост отнимаешь наверх. Вон там они подъехали ко мне, сигналят, останови, право примите, через это выговорят. Как их? Громко говорите. Громко говорите, да. При службе МВД сообщают, что по факту избиения и использования оружия руководство проводит служебные проверки. Одновременно с этим руководством МВД по республике Дагестан назначена служебная проверка в отношении сотрудников полиции, проводящих задержание данного водителя. Видео вызвало бурю обсуждений в социальных сетях. Одни считают, что наглеца наказали заслуженно, иные осуждают действия охранников главы ведомства и их жестокие меры. В их числе и депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Резван Курбанов. Своё заявление я адресую в качестве депутатского запроса прокурору республики Дагестан, уважаемому Рамазану Абдусамадовичу. При этом прошу разобраться в обстоятельствах происшедшего в случае установления нарушения закона, принять меры прокурорского реагирования. Отметим, что недавно назначенный на пост в Рио главы Дагестана Владимир Васильев, по данным некоторых СМИ, прокомментировал инцидент и сказал, что следит за обстановкой. Ума Ибрагимова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. В Дербенте прошел очередной рейд безопасность на дорогах. Рейд провели работники ГИБДД Республики Дагестан совместно с отделом просвещения при Муфтияти Дагестана по Дербенту. Не губите жизнь другому, берегите себя. С таким призывом к автолюбителям вышли на дороги сотрудники ГИБДД совместно с работниками отдела просвещения при Муфтияти по городу Дербент в пятничный день. Во время совершения ДТП, то есть это является очень грубым нарушением правил дорожного движения, водитель не только подвергает себя к опасности, также находящиеся в его салоне транспортные средства пассажиров, также проходящих пешеходов, которые являются тоже участниками. К сожалению, статистика дорожно-транспортных происшествий остается неутешительной. В среднем Дагестан за год теряет на дорогах до 500 человек. Ленты новостей регулярно выдают тяжелые кадры с места аварии. Основной причиной ДТП, по мнению большинства экспертов и сотрудников ГИБДД, остается нарушение правил дорожного движения и в большинстве случаев это превышение скоростного режима. О чувстве ответственности как раз решили напомнить работники отдела просвещения. У нас сегодня проводим акцию. Акция называется «Не люби, жить в другом». Это информация, где говорится, как водитель, который не себя ведет, что не должен нарушать, что он ответственный за свою жизнь, за своих родных, близких, детей, жили. Как мы знаем, каждый человек, который является водителем, он несет ответственность не только за свою жизнь, и также за жизнь всех окружающих людей, когда он выезжает на дорогу. Поэтому, чтобы он понимал ту ответственность, которая на него возлагается, была проведена эта акция. Сотни буклетов в этот день было роздано автолюбителям. Слова имамов слышны прихожанам в мечетях, но остается немало тех, кто еще не услышал этот призыв. Священные писания побуждают человека быть ответственным и бдительным, заботясь не только о себе, но и о обществе, в котором он находится. Каждый мусульманин, мы знаем, должен, обязан проявлять благой нрав во всех своих аспектах. Также мусульманин должен быть учтивым и уважительно относиться ко всем другим водителям и также пешеходам. Эта акция была направлена именно на это, чтобы побудить наших водителей, чтобы они уважали друг друга. Практика совместной работы представителей духовенства с различными министерствами и ведомствами приносит хорошие плоды. Последние годы яркое тому подтверждение. Будем надеяться, что этот опыт сможет кардинально изменить ситуацию на дорогах республики, а водители и сотрудники ГИБДД станут друг другу помощниками. Уважаемые горожане, гости города, которые управляют транспортными средствами, убедительная просьба от имени ГИБДД города Дербента, также от имени отдела просвещения при муфтеятии города Дербента, чтобы вы соблюдали, как правило, дорожное движение для того, чтобы не губить ни свою жизнь и не причинять вред здоровью другим людям. Из России в следующем году в Саудовскую Аравию для совершения хаджа смогут отправиться около 30 тысяч мусульман. Об этом сообщил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров журналистом по итогам встречи с королем Саудовской Аравии. Также вопрос увеличения квоты был рассмотрен в ходе встречи короля Саудовской Аравии Сальмана Бедамдуль-Азиза с исламским духовенством России. Как отметил заместитель председателя Совета Муфтиев и Духовного управления мусульман России Рушан Абясов, на сегодняшний день в стране проживают более 25 миллионов мусульман. Соответственно, из расчета одного места на тысячу мусульман хадж-миссия России запрашивает минимум 25 тысяч мест. Точное количество выделенных мест по квоте на хадж 2018 станет известно во время визита российской делегации в Саудовскую Аравию для подписания договора с Министерством по делам хаджа. Ну а далее краткий обзор событий от Ларианы Шамхалаевой. 40 волонтеров-дагестанцев отправились в Сочи на 19-й Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Добровольцы будут встречать гостей на вокзалах в аэропорту и помогать участникам в ходе проведения основных мероприятий. Общее количество волонтеров составит 5 тысяч. В селе Гурбыки до конца года ведут в эксплуатацию новую больницу на 75 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену. Строительные работы завершены и производится установка современного медицинского и технологического оборудования. Накануне объект осмотрел исполняющий обязанности председателя правительства Абдусамат Гамидов. Свыше 15 тысяч мальков выпустили за 9 месяцев в озеро Акгель. По данным Минприроды региона, в водоеме теперь развиваются толстолобики, амуры, сазан и судак. Напомним, что за прошлый год для увеличения биоразнообразия озера в него было выпущено более 200 тысяч мальков разных видов рыб. Международный аэропорт Махачкалы намерен обратиться в судебные органы с целью защиты деловой репутации. По словам руководителя предприятия, в СМИ развернулась кампания по дискредитации предприятия. Напомним, ранее сообщалось, что в округе аэропорта появились мусорные свалки, на которых гнездятся птицы, представляющие опасность для воздушных судов. Заслуженный работник физкультуры, 12-кратный чемпион России, боксер, легкоатлет, велогонщик, ветеран спорта. 82, ему нет равных. Амарасхаб Амаров – человек, посвятивший всю свою жизнь спорту. Ежедневные занятия физкультуры и участие в многочисленных соревнованиях принесли ему заслуженную славу и награды. О том, что помогает знаменитому Амарасхабу, чувствует себя прекрасно в сюжете Зумруд Гамидовой. За плечами дедушки Амарасхаба полвека спортивной жизни. Утренняя зарядка, пробежка, закаливание – с этого начинается каждое утро Аксакала. Он рос сиротой, но одиночество и голод не сломили его. Парня не пугал физический труд. И именно благодаря этому, вспоминая Тамарасхаб Амаров, у него появилась тяга к занятиям спортом. В 1995 году Аксакал дагестанского спорта сорвался на спуск. И уцелел лишь чудом. Травма оказалась серьезной. Пришлось снова учиться ходить. Почти два года легкоатлет не передвигался самостоятельно. Но врачей к себе не подпустил. Встать на ноги помогла вера во Всевышнего и систематические занятия спортом. В течение занимался три месяца без гвоздей. От того конца до конца добраться. Он сказал, надо над собой победить. Это слово у меня до сих пор гордо. Я голодаю. Я поставил задачу себе. Если это не можешь, ты ничего не можешь. Если это можешь, значит ты что можешь. Помимо занятий спортом, намаз и пост во время месяца Рамадан, помогают Амарасхабу Амарову чувствовать себя прекрасно в свои 82 года. Начиная с пятилетнего возраста он совершает молитву. Свою жизнь без веры во Всевышнего не представляет. К этому же призывает молодежь. Молитва это регулируется человек организмом. И духовная вера это вера. Отжимания не меньше 50 раз. И все на одном дыхании. Окружающие с изумлением следят за Амарасхабом и восхищаются ветераном. А в море спортсмен купается круглый год. За это его и прозвали моржом. Разменяв девятый десяток, он признается, что почти не обращался к врачам. И это во многом благодаря правильному питанию. Последневный рацион ветерана состоит из фруктов и овощей. Мясо только раз в неделю. Он охотно ест зелень, а крапиву исключительно в сыром виде. Все фрукты, все трава, сведевая трава и чайная трава, крапива особенно, изляк, чеснок я кушаю, как хлеб. Все это только по норме. Когда я чувствую, что у меня живот есть, а нет, уже живот чувствуется, что есть. Останавливаю. Такой же подтянутый, стройный, как и 50 лет тому назад. Ничего не изменилось. А послуженный список, между тем, стабильно пополняется новыми медалями и грамотами. Но не это главное. Важно то, что ветеран старается личным примером пропагандировать здоровый образ жизни. Зумруд Гамидова, Дурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Это были наиболее значимые события на этот час. Ну а я слово передаю нашему спортивному обозревателю Курбану Рагимову. Курбан, здравствуй. Что интересного произошло в спортивной жизни республики? Здравствуй, Атикат. Эта неделя выдалась удачной для наших спортсменов. Были яркие победы на крупных турнирах в стране. А какие именно, расскажем далее. Солидный призовый и престижный трофей. Международный кубок Ахмата Кадырова по вольной борьбе состоялся в субботу в Грозном. Какими известными борцами был представлен этот турнир и кто же стал обладателем заветного кубка, узнаем в следующем материале. Ежегодный мемориал Ахмата Кадырова в этом году проводится в формате стенка на стенку. Международный турнир собрал 8 команд. В основном это страны ближнего зарубежья. Представлены сборной России и Европы. Отдельным составом выступают хозяева борцовский клуб Ахмат. Я надеюсь, что это будет способствовать развитию нашего вида спорта. Надо признать, что наши виды спорта, олимпийские виды единоборств, в частности борьба, испытывают некий застой. Россия, как основной носитель традиций этого вида спорта, обязана быть впереди всех и в плане развития этого вида спорта, в плане каких-то новаций. Я думаю, что давно пришло время в России создать хорошую мировую лигу. За зрелищем на ковре набульдали порядка трех тысяч зрителей. Ближе к финалам арена спортхола Колизей заполнилась до отказа. Гостями турнира стали около 20 олимпийских чемпионов по разным видам спорта. Соревнования на высоком уровне проходят, и ребята здесь всех знают, нету проходных, все именитые, все хорошие ребята, и схватки очень насыщенные, интересные. Я думаю, что такие турниры нужно почаще делать, и в Дагестане тоже нужно проводить такие турниры. Борьба будет развиваться, и люди будут все больше и больше идти, своих детей даже отправлять будут многие. Интересно для людей, как шоу, можно сказать. Звезды мировой борьбы находятся как в ложе почетных гостей, так и на ковре. Призер Олимпиады в Рио Магимед Ибрагимов в составе Узбекистана провел три победных поединка. Однако это не помогло его команде выйти в финал состязания. Ахмат – это, конечно, серьезная арена. Посмотрите на зрителей, все радужные, ждутся. Вы ли? Тебя поддерживали? Меня всегда поддерживают, где бы я ни боролся, меня всегда поддерживают, потому что у меня говорят зрелищная борьба, я не знаю. Но это сильно влияет на твою борьбу? Мотивирует еще дальше? Конечно, когда люди болеют, мне больше хочется сделать красивые приемы, зрелищные приемы сделать. Как-то эффектно выиграть. По итогам предварительных встреч в финал ожидаемо пробили сборная России и клуб «Ахмат». Составы обеих команд специалисты назвали равными, но назвать явного фаворита встречи никто не рискует. Ребята достойно борются. Финалы достойные. Будем ожидать. Ребята друг друга, всех основных знают друг друга. Спорт, борьба такая вещь. Сегодня один выиграет, завтра, вчера другой. Поэтому будем болеть за наших ребят, за красивую борьбу. Сегодня состав такой, равный составу. Команд 60-70% где-то. Такой состав у нас ребят. Но я думаю, у нас и первые, и вторые номера, и третьи номера, они ровняют друг к другу. Поэтому хороший состав. И я же говорю, будет интересно наблюдать за борьбой. Национальная команда вышла вперед. Усилиями Артема Гибекова и Слама Дудаева. Но дальше выигрывали только хозяева. Несмотря на итоговый счет 6-2, каждая из встреч проходила в накале борьбы до последней секунды. Ребята готовились сильно. У нас два сбора было к этому турниру. Хотя ребята многие боролись на разных турнирах. Они достойно выступили, показали характер и доказали, что «Ахмат» клуб самый сильный у нас. Помимо почетного кубка, чемпионам вручили командный приз 90 тысяч долларов. Премию в размере 40 тысяч долларов получили серебряные призеры. Программа «Проспорт», включающая все подробности прошедшего турнира, выйдет в эфир телеканала ННТ в ближайшую пятницу. Гамзат Нурмагомедов, Камиль Девятов, телеканал ННТ. Грозный, Чеченская Республика. Семь золотых медалей завоевали представители сборной России по смешенным единоборствам на прошедшем в Казахстане чемпионате мира. Львиную долю наград в копилку национальной команды принесли выходцы из нашей республики. О том, как встречали чемпионов в аэропорту Махачкалы, в следующем сюжете. Едва триумфаторы успели спуститься с трапа, как оказались на руках многочисленных болельщиков. Разделить радость победы с прилетевшими вечерним рейсом бойцами прибыли их родные, друзья и одноклубники. Меня сегодня встретили братья. Честно сказать, я очень-очень-очень рад, конечно, этому. Рад их видеть здесь. Еще я хочу выразить огромное благодарность своим тренерам. Вот мои друзья-одноклубники тоже пришли сюда, меня встретили. За победой на чемпионате стоит долгий и упорный труд. Прежде чем попасть на основной турнир этого года, бойцам пришлось пройти нелегкий путь. Доказывать свое право на участие в мировом первенстве нужно было на чемпионате республики, округа и страны. Помимо этого, боец клуба «Иглс Дагестан» ведет профессиональную карьеру «Файт Найтс», состоящую пока из двух побед. Пока нет ничего такого. Соперника тоже не дали. После боя с Сидоренко мне не сказали еще соперника. Думаю, месяц надо отдохнуть по-любому. Я за эти 7-8 месяцев уже провел два боя профессиональных и четыре турнира любительских. Надо сюда отдохнуть. Чемпионат мира по версии Всемирной ассоциации ММА специалисты считают самым престижным в любительском спорте. Сборная России на этих соревнованиях из года в год занимает первое общекомандное место. Выходец из Гумбетовского района Абдумуталиб Гайрбеков – чемпион в полулегком весе. В финале подопечному Расулу Магемидалиеву противостоял боец из Украины Денис Муснек. В финале был очень опытный соперник. 31 лет. Чемпион Казахстана по греко-римской борьбе. Все время вязал, вязал меня. У меня был фан на бою, дать ему что-то поработать, но не дать себя перевести. Он прижимал меня все три минуты первого раунда, он забрал, а вторую, две минуты я его перевел и забрал. Также во втором раунде. Ну, тактически я забрал его. Аккуратно все. Ну, так как он местный боец, мы ожидали, что могли дать экстра раунд. Ну, суды оценили правильно под встречи и дали мне победу. В турнире принимали участие спортсмены из 30 зарубежных стран. Воспитанник столичного клуба «Горец» Гажимурад Заваев провел в Казахстане четыре успешных боя. В финале он был сильнее спортсмены из Белоруссии. Я чуть болтанул, попал, пару ударов, и потом уже когда повалил, на добивание уже на спину зашел и задушил. Я выиграл чемпионат мира, и, конечно, хотел бы там в какой-нибудь хорошей организации подраться. Кто что предложит, я смотрю. Про арсенал, да. Всего дагестанцы завоевали на турнире шесть золотых медалей из семи возможных. Помимо прибывших на родину спортсменов, чемпионские пояса выиграли Али Абдулхаликов, Шамиль Мусаев и Магимед Шахрудинов. Гамзат Нурмагомедов, Гелач Курбаналиев, телеканал ННТ, Махачкала. И еще одна радостная новость из мира смешанных единоборств. Махачкалинец Тагир Уламбеков – новый обладатель чемпионского пояса «Файт Найтс» в наилегчайшем весе. Минувшей ночью в Краснодаре боец клуба «Иглз ММА» одержал победу в титульном поединке над Вартаном Асатреном. Для местного спортсмена этот бой стал первой защитой титула в карьере. Асатрен начал его с первых минут активнее. Однако большая часть раунда прошла в партере, где доминировал Уламбеков, сумевший нанести чемпиону рассечения. Второй отрезок прошел в равной позиционной борьбе с небольшим преимуществом претендента. Третий раунд поединка также прошел активно. Соперники обменивались ударами. На бескомпромиссное противостояние, как и обещали соперники, это настоящая война, настоящий чемпионский поединок. Инициатива переходила от одного бойца к другому, а развязка наступила в четвертом отрезке. Уламбеков достаточно быстро перевел бой в партер, где провел удушающий прием, на котором поединок и закончился. Выигрывает позицию Тагир Уламбеков. Второй и третий раунды были близкими и совершенно еще не ясно, кому отдали суде. Боец клуба Eagles MMA завоевал пояс чемпиона Fight Nights Global в наилегчайшем весе. Кроме того, в этот вечер очередные победы в организации Fight Nights одержали дагестанцы Алиба Гаутинов, Денислан Камавов и Амар Нурмагомедов. Лучшими дагестанские спортсмены стали в эти выходные и в боксе. Четыре выходца из нашей республики поднялись на высшую ступень педестала чемпионата России. Соревнования больше недели проходили в Грозном и завершились вчера вечером. 26-й чемпионат России собрал 320 лучших боксеров со всей страны. Медали были разыграны в 10 весовых категориях. Из дагестанцев триумфаторами состязаний стали представляющие Московскую область Раджаб Раджабов, а также Саддам Магомедов и Магомед Амаров. А в копилку Ханты-Мансийского автономного округа золото в весе до 60 килограммов принес Альберт Батыргазиев, которого организаторы признали лучшим боксером турнира. Это были все наиболее значимые спортивные события этой недели. Спасибо, Курбан. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 58,31 рубля, евро 68,38 рубля. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nntv.ru. Не переключайтесь.